Вы в школе учителям прозвище давали? Нет, нет, что вы. Мы их обожали, любили и леяли. Я не помню сейчас. Сто лет уже прошло. Нет, мы были хорошие дети. Нет, потому что моя мама тоже учительница, сестра учительница. Вроде бы да, только не помню какие. Ботаничка там, разные всякие, ну такие связанные с предметом, это значит, ну там, чка там добавляешь, училка там. А еще разные там есть, там, Терминатор, например, такие вот, серьезные такие, которые серьезно агрессивных таких преподавателей называли агрессивными такими словами. Ну или такие, цветочек там есть такие, были такие преподаватели, очень такие красивые, ну и они приятные были вообще не как цветочки. То есть разные были преподаватели, разные были такие прозвища. Не знаю, отчество было, Евгения, мы ее называли Евгеша. Каланча. А это преподаватель? История была очень длинная, высокая была очень. Ну, учитель по математике мы звали Воробьем. Так, потом, что там, учитель по физике звали дедушкой, там, стареньким таким. Владимир Васильевич, например. Влад Вась, так, сокращенно. Вот такие вот прозвища. Маргаритка у нас была. Там, не, другие обидные. Нет, в наше время прозвища не давали. Бекон. Бекон. А еще? Ренджин. Ренджер у нас был. Ну, не знаю, кто то. Ну, русичка, химичка, там, и так далее. Давали, да. А пример какой-нибудь? Андатра. Крыса. А крыса, да. Шайба. Шайба. Черт. Образована от фамилии, извините, Галина Викторовна. У нас был директор школы, преподавала химию, мы ее звали Гидра. Тетушка Бонифация была такая у нас. Истеричка. Физичка. Ну, такие, как я понимаю, такое прозвище. Чипан, по коме, значит, курица. Прозвище были связаны именно с именем, а давать я их не буду, потому что сама работаю теперь уже в школе и сама учитель. Ели. Да.